Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос прямо, да, то есть вот конкретно, то ответ да. Возможно найти такую девушку, которая полюбит вас, с вашими качествами. Такая девушка есть, такую девушку вы можете встретить, такой девушке вы понравитесь, понравитесь, какой есть. Ей понравится заботиться о вас, ей понравится ухаживать за вами, ей понравится делать всё, то, что вы описали. Правда, единственный момент такой, что аниме вот такой девушке, ну, вряд ли будет нравиться, но я полагаю, что это не настолько важно здесь. Вот. Да. Вы можете понравиться, девушка. И очень хорошо, что вы принимаете себя таким, какой вы есть, ну, кроме всех моментов, которые я вам укажу. Вот. Ага. Значит. Давайте сначала. Вы пишите, вы пишите, что недавно узнали, что в начале отношений у пары возникает взаимная влюблённость, которая через некоторое время угасает. Первое, что нужно, это узнать источник. Откуда вы это узнали, с какой целью вы это узнавали, для чего вы это узнавали, вот. В каком контексте это было, было, вами узнано. Потому что, здесь вы, по сути дел, высказываете довольно однобокую позицию. Ибо, да, такая история, какую вы описываете, она, безусловно, есть, но бывает и так, что люди не испытывают сразу любви. Влюблённости, точнее. А они просто взаимодействуют друг с другом на протяжении, ну, какого-то времени. Вот. И тогда появляется любовь у этих людей. Не влюблённость, но любовь. Сразу, минуя, как бы, вот эту стадию влюблённости. Это можно назвать привязанность в деструктивном случае и любовью в конструктивном. Поэтому, мне кажется, что, что тут вот вы как-то однобоко смотрите. Что касается любовь с любви с первого взгляда, то вас это расстроило, потому что вы боитесь, что вас не примут таким, какой вы есть. Что касается безусловной любови, то любая любовь безусловна. И если любовь не безусловна, то это не любовь. Так что это не сказка. Так что видите, здесь есть небольшие поправки к тому, что вы написали. Дальше. У меня есть позитивно-негативные качества, которые не вписываются в общепринятые рамки общества и стереотипные требования к мужчинам. Понимаете, вы сами пишете, что требования стереотипные. Требования стереотипные, а значит, они не играют решающую роль. Если человек является здоровой, скажем так, полноценной личностью. Да. Вот. Ну и, соответственно, когда вы говорите про девушек, значит, которые привлекают вас в девочках, это тоже, в общем-то, условная любовь. То есть вы говорите про безусловную любовь, но при этом называете качества, которые вас в девочках привлекают. Что говорит о том, что вы здесь имеете, как бы, либо противоречия, либо двойные стандарты. Либо вы с радостью отказались от того, что любовь не может быть безусловной. Услышали где-то что-то, не до конца поняли, не выяснили и сделали свои собственные выводы. Вот. А учесть, если учесть, что у вас имеются определенные проблемы, да, неуверенность в себе, депрессивность, однозначированность, привозность, я полагаю, вот, то вы себя еще и накрутили. Конечно. Так что, что-то необходимо прояснить. Дальше. К сожалению или к счастью я не мудиться. Ну, понятие мудиться, это, так сказать, куда более широко, чем привычно, чем привычно понимание, да, вот вы говорите, что я не могу быть защитой для девушки, но что есть защита? Я могу срабатывать деньги, но уверенность и способность защитить девочку физически, это не мое. Ну, по современным меркам, девочка вполне может физически защитить себя сама. Другое дело, откуда у вас эта мысль возникла. И понимаете ли вы, что главная защита, это не физическая защита, а главная защита, это все-таки защита духовная и моральная. Потому что, да, физическое насилие в любом случае сейчас можно привлечь к ответственности и так далее. И любой адекватный человек, если прям избегать совсем уж диких мест, 20 раз подумает, прежде чем нападать, там, приставать и так далее, так далее, так далее. Судя по моим прошлым отношениям, я заметил, что когда я вместе с девушкой, я ощущаю себя защищенным, а не защищающим. Ну, здесь у вас, скорее, недостаточно близкие отношения с мамой. То есть, как бы, такая психотическая модель поведения у вас. То есть, вы не чувствуете себя в безопасности, а в безопасности вы себя не чувствуете, потому что нет правил, нет личных границ. В принципе, это можно подкорректировать, в принципе, это можно поправить. Это чувство для меня важно. Да, я согласен с вами, что это важное чувство, но... Девушка не должна вам это давать. Не должна. Абсолютно. То есть, получается, что девушку вы используете. Используете для своих целей. Ну вот, подумайте, насколько это укладывается в вашу систему ценностей. В плане отношений можно сказать, что я сам как девушка. А это... Как? Вам нравится так себя вести? Если вы считаете, что вы ведете себя как девушка, хотели бы вы это изменить? Если вы получаете наслаждение, если вам нравится, если вы чувствуете себя естественно, то... Пожалуйста. Я совершенно... Только раскройте, что значит, как девушка. Вот в моем понимании, например, мужчины и женщины, они в плане поведения различаются весьма-весьма условно. Я совершенно не против того, если девушка не будет готовить или убираться. Но это, как бы, знаете, скорее звучит как претензия некая. Вы как будто ведете диалог с другими людьми. С кем-то, кто считает, например, что девушка должна убираться и готовить. Мне, скорее, важно прийти с работы, снять в себя маску уверенного человека, не притворяться уверенным перед ней, то есть быть собой, поделиться тревогами, чтобы она меня успокоила. Понимаете, не притворяться это здорово, а поделиться тревогами это неплохо, конечно. Хотя уже, как бы, ну, такой звоночек. Девочка не может быть вашим психологом и психотерапевтом. Если у вас тревога, тревоги какие-то, она вас от них не избавит. То есть тревога это психологическая проблема, ее надо решать именно с психологом. Девочка не может быть для вас, как бы, специалистом. Это было бы неправильно. И опять же, и опять же, это использование, использование ее, девочка, чтобы... Дальше, чтобы она меня успокоила. Так, чтобы она меня успокоила. Но опять же, она не должна вас успокаивать. То есть, смотрите, это право, но не обязанность. И рассчитывать на нее в этом вы не можете, если хотите выстраивать отношения. Так, с хорошим настроением. Ну, а вы не думали, что у нее может плохое настроение быть? И что тогда? То есть, что получается, девочка вообще на вас положиться не может? Или как? Или что? В общем, чувствовать себя самим собой, а не тем, каким приходится в обществе. Но вы понимаете, я не уверен, что вы, это вы, когда делитесь с рывоками, и когда иногда ждет успокоение. Я думаю, что это скорее приспособленная позиция невротическая. А все-таки человек является самим собой, когда он не нуждается в том, чтобы поделиться чем-то другим, и чтобы не получить что-то другого. То есть, сам собой человек является, самим собой человек является тогда, когда он представляет собой самообеспечивающую закрытую экосистему. Исходя из того, что вы в чем-то нуждаетесь, вы не являетесь самим собой. Соответственно, поэтому вам и тяжело быть в обществе тем, кем приходится. То есть, вы говорите, что вам приходится. Если бы вы разобрались со своими противоречиями, убрали свои тревоги и раскрылись бы, то, вероятно, вам и в обществе было бы легче. Вы не стали бы, может быть, более мужественным, но вы бы стали более гармоничным. То есть, вы принимали бы себя таким, какой вы есть. Убраться я и сам могу, если понадобится, на выходных ем я и так покупаю еду и зря сказать что-нибудь готовлю. Ну, здесь опять какой-то диалог, это, мне кажется, не с нами в диалог, что придется. Я совершенно не против, чтобы девочка занимала командующую роль в нашей семье. Она может быть главой семьи, распоряжаться. Так, ну понятно, вы готовы здесь быть своими домами. Ну что же, это хорошо, особенно если учесть, что вам это, судя по всему, нравится. Так, она, разумеется, может работать или не работать, если я смотрю. Но это опять же диалог какой-то, как будто вот, не с нами. Я не хочу детей, вряд ли могу быть хорошим отцом. А что есть хороший отец? Вообще. То есть, понятно, что у вас отца не было. Понятно, что вы с отцом не взаимодействовали. Это понятно. То есть, отцовской фигуры, как таковой, у вас не было, не было. Это понятно. Но что значит хорошим, хорошим отцом быть? Это как? Понимаете, да? Вот опять стереотип. Так вы не хотите детей? Или вы боитесь, что не будете хорошим отцом? Это разные вещи. Я не допускаю, что вам сейчас еще рано детей. Потому что вы не зрелая личность. Но вы можете дорасти, решить свои проблемы. А там, кто знает, может быть, и до детей дорастете. Может быть, и нет. Но, кто знает. Так, если девочка тоже не хочет, то будет хорошо. Ну, так людей можно найти. В принципе. Только, опять же, насколько это ваше желание? Насколько это именно желание, именно выбор? А не приспособленческая позиция? Будет классно, если ей понравится только, как же, перекрасить волосы. Если вы раскроете связь сразу, то для нее это будет нормально. Если ей также, как и мне, нравится аниме, ну, тут надо искать соответствующих людей. Значит, ну, в тематических группах, да. Если ей будет нравиться мое стремление к женственному имиджу, если ей будет интересно покрасить меня, временно накрасить мне броши, глаза, ресницы, если она будет считать это милым, то мне будет приятно. Ну, все это, как бы, все это реально, все это вполне реально. Вопрос еще раз повторю, в том, насколько это ваш, насколько это ваш выбор. То есть, если это, понимаете, если это действительно ваше собрежение, прям это вам нравится, да, вот вы прям хотите этого, это одно. Если для вас это психологическая защита, если для вас это средство адаптации, выживание, это другое. Мне нравится, если девочка мужественная, крутая, с характером уверенная, заботливая. Ну, то есть, по сути, это вот отец, это вот отец, это вот вы и вот, вот прям чувствуете, что отца вам, конечно, никого не хватает. Вот. Опять же, опять же, у вас мог быть, допустим, папа. И вам с детства, да, с детства, то есть, он был к вам добр, он был заботлив, он был сильный, он был крутой, вы его уважали. Вы его уважали и уважаете, вы его любите. Но вы просто понимаете, что вы не такой, что вы не хотите таким быть. Если так, то все окей. Если нет, если там были проблемы, то все это нужно разбирать. Так, значит, я не против, если девочка накаченная. Ну, это, я полагаю, подсознательное стремление к защищенности, я так думаю. Либо к обратной связи. То есть, если человек накаченный, значит, есть обратная связь, значит, вы чувствуете себя живым. Если человек не накаченный, обратной связи нет, она пассивная, и вы не чувствуете себя живым. Вот. То есть, это, опять же, не соответствует того, что вы делаете с вашей системой ценностей. И плюс вы, видимо, недостаточно получаете обратной связи. Обратной связи от окружающего мира. Ну, потому что сами вы не можете выстроить диалог с ним. Внешность, конечно, тоже играет роль. В основном, я обращаю внимание на лицо, мимику, фигуру. В этом плане, мне может не понравиться для девочки слишком широкое из-за упитанности. Размер груди для меня не важен. Ну, то есть, видите, вот вы столько всего расписали, да? А любовь, как бы говорите, что любовь, она, вот, хотели бы, чтобы была, безусловно, то есть, вы знаете, влюблённость – это одно, а характер любви – это другое. Это такое ощущение, что вы использовали мысль о генезисе влюблённости для того, чтобы описать здесь вот все свои предпочтения. То есть, как бы, оправдали себя, вот. Поэтому я всегда негативно отношусь к тому, что люди изучают психологическую литературу, да, сами. Без непосредственного взаимодействия со специалистом, который всегда может пояснить тонкости. Вот. То есть, ну, не под руководством, короче говоря. Мне будет понравиться, если у неё есть татуировки, окрашенные волосы, нестандартный цвет. Хоть вместо играет некоторую роль для меня, всё-таки, главное, характер. А я вот скажу, что нет. То есть, характер у человека меняется, да, вот. Любовь – это необъяснимая штука. Смотрите, какая история. Она не приходит сразу, но она необъяснима. Вот. Чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, а любовь с первого взгляда, то бишь импринтинг, вот об этом можете почитать, что такое. Бывают. Но, вероятно, с этого очень мало. И никто не гарантировать, что это не произойдёт ещё раз, да, то есть, повторно, уже не с вами. Поэтому любви с первого взгляда я бы, на я бы, на самом деле, не доверял. То есть, это всегда, это может быть, знаете, как, может влюблённость вспыхнуть сразу с первого взгляда, и потом она просто, как бы, как бы подтвердится, да, поведением человека. То есть, как бы, влюблённость – это всегда идеализация, да, и идеализация, она, как бы, найдёт подкрепление, и это выразит влюбок. Вот. Знаете, какая история. Но любви с другой стороны – это что-то другое, что-то более глубокое. Вот. По сути, любовь с первого взгляда и влюблённость – это одно и то же. Вот. Так, мои качества. Значит, я не буду здесь всё засчитывать, да. Скажу только, что если у вас есть предостороженность к творчеству, как вы это проявляете? То есть, почему не занимаетесь творчеством, если на этом пути какие-то преграды? А нестандартность, что вы под этим подразумеваете, да, то есть, нестандартность – это какое-то очень, такое, знаете, субъективное понятие. Депрессивность, то бишь, подавленность, подавление своих желаний – это нужно не исправлять, потому что депрессивность вы принесёте в отношения, ничего хорошего из этого не будет. Да, ну, то есть, то же самое, стыдство, страх, непринятие себя, вот. Скромность. А скромность – это не добродетельность, да, то есть, скромность, по сути, это занижение своих достойностей. Тоже, знаете ли, далеко не самое лучшее качество для отношений, да вообще для человека, потому что нет ничего хорошего в том, чтобы быть скромным. Только для сильных, сильных духовно людей, а скромность – это адекватно. То есть, вот он что-то сделал, да, он чётко знает, что он сделал, он чётко знает себе цену, но пропучитать не официровал. Это нормально. В вашем случае, я не думаю, что скромность – это хорошо. Ранимость. Ранимость тоже, в принципе, можно подкорректировать, чтобы её не было. Потому что в жизни бывает всякое, и быть ранимым – это очень вредно, знаете. Не курящие, не пьющие, не изменяющие. Ну, ведь опять же, я бы сказал, понимаете, слишком такой правильный, да, это, ну, это вот зажатость. То есть, нет ничего плохого в том, чтобы вы курили, ну, там, любили, там, иногда покурить. Нет ничего плохого в том, чтобы вы выпили. В этом нет ничего плохого. Ну, разочарованный в жизни, в себе, в людях. Разочарованный, значит, имеющий в прошлом определённые какие-то ожидания, да, от жизни, от себя и от людей. Ну, вот. Вот это повиска неудачника. Вот. Ну, готовы обречь девочку на… Эээээ… Жизнь. Выдачникам. Пожалуйста. Но, если вы уважаете девочку, ну, с которой хотели бы начать отношения, то всё-таки лучше… Ну, как бы, чтобы у меня была более, так сказать, перспективная жизнь. Так что, я думаю, что здесь вы, опять же, можете всё это изменить. Не очень любящий детей. А вот почему вы не любите детей, вы знаете, почему вы не любите детей? Подумайте об этом. Не мужественный, ну, об этом я уже говорил, что это довольно субъективная категория. Тревожный, да? Тревожный – это, по сути, игнорирование чувств. У вас низкий эмоциональный интеллект. Всё это можно поправить при желании. Неуверенный – тоже поправлялся. Вялый – ну, вялый – это оценочное суждение, опять же, да, тут нужно исследовать. Женственный – также оценочное суждение. Так, хорошая фигура, красивый – тоже оценочное суждение. То есть, конечно, если я влюблюсь в такие качества, как депрессивный, там, с разочарованных силов, временно отключатся. Временно. Но они… это не качество. Это не качество. То, что вы перечислили. Это не качество. Это синдромы проблем. Это не вы настоящие. Всё это – надстройка. Ну, как опухоль, грубо говоря. От этого можно избавиться. Всё это можно раскрыть через индивидуальную работу с вами. Так. Значит. Есть ли девушка, которая подходит под эти критерии и действительно полюбит меня таким, и ей этого будет достаточно? Есть? С другой стороны, если бы в этом мире между мужчиной и женщиной существовало безусловная любовь, безусловная любовь есть. То есть любовь настолько сильная, что не угасается несколько людей. Ага. И ты ради объекта людей готов даже своей жизнью пожертвовать любовь, которая перекрывает собой чувство драка, депрессию, тревогу, неуверенность. И я, логично, предположите, изменил бы себя ради объекта людей. Такого не бывает. Кстати, здесь у меня опять ощущение, что вы как бы надеетесь, что вам эту точку зрения опровергнут. Так вот. Значит, первое. Безусловная любовь есть. Любовь – это и есть безусловная. То есть безусловная любовь – это все равно, что сказать, масляное масло. Это тавтология. Если человек любит, то он уже и любит безусловно. Если есть условия – это не любовь. Это первое. Второе. Любовь должна развиться. То есть, если это не импринтинг, который удерживает человека своей комплексностью, да, который не удерживает, ээээ, который удерживает человека своей такой целостностью, да, образностью, то любви, любви нужно развиться. То есть, она появляется постепенно, незаметно, но она может быть очень сильная, вот ровно такая, эээ, что человек может подвязывать своей жизнью и, там, перекрывая с собой чувство страха, депрессии и тревоги и так далее. Но это несколько идеализировано. Понимаете? Потому что если есть чувство страха, если есть депрессия, когда-то депрессия – это болезнь, она должна быть диагностирована врачом. Если есть тревога и неуверенность, то любви возникнуть не может. Понимаете? И вы, тем самым, сейчас, эээ, оправдываете свое нежелание что-либо делать. Это первое. Второе. Эээ, худшее, что вы можете сделать, вообще, это меняться ради кого-то. Это не вы, получается, в таком случае. Меняться нужно только для себя, не для других. Вот. Поэтому я думаю, что вы представляете собой незрелую личность, к сожалению, да, то есть, эээ, ну вот, недостаточно зрелую. Делать сейчас не про женственность, не про мужественность, не про ваш стиль, не про ведомую позицию. Эээ, про это я не говорю. Я говорю о том, что вы, эээ, значит, обрадуете себя. Обрадуете себя и играете с собой в игру. Если бы не, если бы не это, если бы не ты. О игре можете почитать в интернете. Вот. Переставайте играть. Эээ, избавляйтесь от синдромов проблем. Лежайте с вами проблемы и вступайте в отношения. Проблемы ваши, которые есть, депрессивность, да, разочарованность, эээ, нелюбовь к детям и т.д. и т.п. Да, это, как бы, понимаете, девушка, она готова быть таким мужчиной, как его вы описали. Но она не готова быть с ребенком. А когда вы говорите, что я изменил бы себя ради объекта любви, да, это, как бы, ребенок, который готов на все ради любви родителей. И вот с ребенком девочка уже быть не захочет. И тут же, тут же вам решат. Вот. Или вы будете играть с девочкой, эээ, ну, будете строить, строить из себя взрослого мужчину, а потом вы проявите ребенка. Вот. Или вы сразу проявите своего ребенка, ну, если девочка зрелая, ей, скорее всего, будет не очень. Вот. Ну, сами подумайте, с детьми же не спят? Нет. И дети не спят, правильно? Ну, не сдают в семью, не женятся, не занимаются сексом, да, дети. А психологически, психологически, вы ребенок. Вот поэтому, да? По этим причинам. Вот. Еще раз повторю, дело не в мужественных делах. Дело не в стиле. Дело не в вашем мировоззренческом взгляде. Дело даже не в том, что вы хотите быть ведомым. Нет. Если это ваша позиция, выбранная сознательно, все окей. Все окей. Но это должна быть взрослая позиция. Это должна быть позиция для себя. А вы, если вы готовы изменить себя ради другого, да? Ради объекта любви. Но что-то не ваша позиция. И вы готовы от нее отказаться. Это детская позиция. Понимаете? И вот это представляет основную проблему для отношений. Вот и все. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.